Для детей, достигших 14 лет. Мы приехали в Сарикольский район, чтобы рассказать вам, как живут здесь люди, чем они живут. И сегодня мы осветим социальную часть жизни сельчан. Мы находимся в селе Сороченко. Здесь очень долгое время не было воды. Последний раз жители этого села видели воду в советские времена. А сейчас здесь, за моей спиной, вы видите насосную станцию, которую мы снимали, когда она еще только строилась. И вот, пожалуйста, эта насосная станция стоила 320 миллионов тенге. И теперь 220 абонентов подключены к питьевой воде. Данный объект построен в рамках дорожной карты занятости 2020. Был введен в эксплуатацию в 2020 году. В декабре месяце, это ровно год назад. Объект реконструкция разводящей сети водопровода села Сороченко подключением к Лихачевскому групповому водопроводу. Стоимость проекта после уже госзакупок составила 306 миллионов тенге. Большинству горожан трудно представить себе жизнь без централизованного водоснабжения. Каждый день набирать воду в емкости, ходить за ней колодцем, либо собирать деньги на личную скважину. Да, ранее воды здесь не было. Действительно, у людей скважины подвозили воду. Действительно, люди дождались этого момента. Это поистине хорошее событие было в селе, потому что благом цивилизации. Сейчас люди получили качественную питьевую воду. Теперь в этом селе не только появилась вода, но и рабочие места. Современное оборудование требует качественного обслуживания. Хотя множество вентилей и экранов теперь заменены кнопками, управляется станция через компьютер. И на деле все не так просто. Современные немецкие насосы, оборудование. Далее у нас щит управления. Здесь оператор может уже регулировать полностью электрозадвижки. Ну, как говорится, к новым технологиям. Со специалистами проблем нет. Здесь работают местные жители. Они все трудоустроены в подрядной организации. Операторы работают у нас в коммунальном предприятии ТОЛНС. Предпочтение было к местным жителям, так как людям, чтобы нам в Сар-Коле, в Сарай-Центре людей сюда не привозить, предпочтение было к местным жителям. Они прошли соответствующее обучение. И сейчас уже работают, уже второй год уже работают здесь. Вода важнейшее условие для качественной жизни любого человека. Но в селе вода нужна не только для того, чтобы набрать в кружку, например, и попить. Вода в селе нужна для того, чтобы поить скот и поливать огород. Поэтому здесь она важна вдвойне. На вкус вода действительно вполне себе питьевая. Когда-то, говорят местные, здесь был водопровод. Но помнят его только старожилы. Когда-то давно был здесь. Ветка проходила, колонки были. Работали сперва, как положено, как гусачком. Потом давление, видно, меньше было. Уже снизу эта вода поступала просто. Но это было давно, очень давно. Потом мы пользовались только колодцами. Были колодцы. Это у нас было и для питья, и для мытья, и для скота. Все было с колодцем. Ну, вода как бы немножко, как бы у нас только грунтовые воды, верхние, пригодные для питья. А как таковой запаса воды у нас на животноводство копали. Здесь эта скважина, 180 метров, как такого хорошего запаса воды, нет. Да и тот запас воды, что был, по качеству неуклонно снижался. Так что сельчане в какой-то момент уже не могли называть местную воду питьевой. Потом что-то вода стала портиться, соленая. Большинство, это потом известь какая-то присутствует. Ну и дошло до того, что начал ходить в водовоз два раза в неделю. Выставляем фляги. Это опять же все и для себя, и для скота, и для бани. Это очень было, ну, трудоемкое дело. Такая вот история. Теперь, наверное, даже самый закоренелый горожанин представляет себе радость, которую испытали жители Сороченки. Да, это мы только, не знаю, прям у нас эмоции такие, что земля и небо. Ну как, вышел, пожалуйста. Дети, внуки приезжают, удобно же. И септики там, все сделано, поэтому красота. Дома, это наш директор. У него такая идея всех наших механизаторов переселить новые дома. Ну, жилье это как оно, новое есть новое. И это строители собрали, вот, ну, местных ребят взяли, этот бригадир у них, вот, он создал бригаду себе и построил вот эти новые дома. Дома, значит, получил у нас снабженец. Ну, это было решение всего коллектива и сварщик. Ну, вот. Особенность домов в чем? Ну, новые, это ясное дело. Ну, сдавали их, именно уже заходи и живи. Там все готовое было. Они новенькие, они, получается, современные дома? Ну, да. Там центральное отопление, ну, в смысле это. Вода подведенная, санузел. Все это бригада делала, все это было готово. Такие дома выдаются работникам на арендной основе. Однако, поработав на ТО 5 лет, они могут получить его в свою собственность. И таких домов планируется много. План-то у нас большой, это вот эту улицу застроить. Ну, уже вот, один стены вот стоят, видно, соседние. А здесь вот напротив, там, этот, торговый центр будет и баня. Там фундамент залит и уже все это. Ну, так же это стройку ведут наши местные эти строители. Эти стены представляют собой начало строительства нового современного дома, который будет выглядеть вот так вот. И самое интересное, находится даже не снаружи, хотя выглядит он снаружи очень красиво, а внутри. Давайте посмотрим, что там. Мы жили в районе. Брат нам предложил сюда переехать, здесь работать. Муж сразу согласился, он уехал. Год ездил сюда, я пока жила в районе. Потом мы переехали через год сюда. Ну, это работаем вместе, все в одной организации. Вот у нас даже одежда есть, агропарасад. Вот, начали дом строить. Вначале, это была загадка, кому же дадут дом. Все ходили, писали заявление, кому дадут. Вот тут нам сразу резко так предложили, мы даже и не думали, что нам дадут в квартиру. Ну вот, дали нам и дали сварщику. Приехал он тоже здесь, ездил, работал. Эти новые дома не только внешне красивы, они еще и напичканы современной начинкой. Девиз руководителя ТО встроят для работников такое жилье, в котором хотел бы жить сам. Печка у нас тоже такая хорошая топится. Видите, а батареи нет у нас. Настолько пол отапливается. Дома тепло. Мы только вчера топили вечером. Сегодня еще не топили? Нет, еще не топили. Вечером. Вчера так держится? Да. Потому что везде пол теплый, и температура одна постоянно. Считай, как в городе. Дома тепло. Наступила зима, а мне всегда было интересно, чем занимаются сельхозтоваропроизводители в это время года. Ведь вроде бы на полях работа не кипит. Что же делать на базах? Ну, давайте об этом узнаем прямо сейчас. Зимой мы вот сейчас уже, буквально мы на прошлой неделе, закончили ремонт техники, тракторов. Закончили ремонт опрыскивателей. МТЗ тоже. И мы сейчас чистим семена. Чистка семян, вот когда мы с появлением этих складов, у нас появилось где-то в пределах 13 рабочих мест. Мы сейчас семена эти чистим, люди работают, зарплаты выплачиваются вовремя. Здесь, в принципе, проблем нет. Хорошие семена – важнейшая составляющая богатого урожая. Благодаря большим складам можно заниматься чисткой семян зимой, не боясь капризов погоды. Мы последние годы сеем только высокопродуктивными сортами и высокорепродуктивными. Мы сеем только суперэлиту, элиту и первую репродукцию. Ниже первой репродукции мы не высеваем. Продолжение следует... Для любого села очень важно пристроить куда-нибудь своего ребенка. И поэтому в Сараколе открылся вот такой детский игровой центр, куда родители могут приводить своих маленьких любимцев, оставлять их даже здесь и идти по своим делам. Очень удобно и очень недорого. Была безработная, мы решили подать на Бастау Бизнес. Мы подали на Бастау Бизнес. Изначально был маленький град, 560 тысяч вроде, если не ошибаюсь. Мы выиграли этот грант. И в обязательном порядке было, чтобы открыли мы ИП. По направлению мы также тоже с детскими праздниками подали на грант и выиграли. И открыли в 2020 году ИП. После решили заниматься этим. И в этом году, летом, в августе месяце, мы буквально просто сидели в интернете и наткнулись на такую программу, как Дорожная карта 2025, где прочитали, что выдаются гранты на уникальные идеи и на каждые районы определенные суммы. Вот так «Балкен» из безработной превратилась в успешного предпринимателя. Без государственной программы, конечно, открыть такой игровой центр было бы в разы сложнее. Мы подали заявку, все электронно принималось. Потом нам сказали, что будет защита проектов тоже через онлайн-формат. Прошла защита проектов. Мне буквально через два дня сказали потом, что нашу заявку одобрили. Вы выиграли грант на определенную сумму. Но в обязательном порядке было вложение 10% от суммы, которую выдает государство. В сентябре месяце нам уже перечислили деньги, и мы начали потихоньку закупаться. Сумма гранта – 3,5 миллиона тенге. Такой игровой центр оказался весьма востребованным. Если в городе с ребенком сидят родители, то тут есть возможность оставить его на некоторое время, чтобы сделать свои дела. У нас в планах обязательно планирую расширяться, потому что, во-первых, эта идея очень нравится нашей семье. Я горю этой идеей. И плюс я поняла, что для района это нужное дело, потому что и родители, плюс, никогда не жалеют для своих детей. Многие родители приходят и говорят, вау, классная идея, как раз мы не знали, куда нас сводить ребенка, нет досуга. А то в свободное время они в гаджетах. А так пришел, поразвлекался, плюс еще с другими детьми поиграл, новые знакомства. Здесь дети не только играют, но и учатся чему-то новому. Есть вторая образовательная комната, где в доступной игровой форме ребятам рассказывают что-то новое, полезное, интересное. Наше маленькое путешествие в Сарикольский район заканчивается. Мы рассказали вам о самых важных социальных объектах для любого села. Я напоминаю вам, дорогие друзья, что вы можете сами предлагать свои темы, обращаясь по контактам, которые вы видите внизу на экране. Мы приедем к вам, расскажем о вас, о ваших знакомых, о ваших друзьях, если они достойны того, чтобы оказаться на экранах областного телевидения. А на этом все. Я, Роман Попов, прощаюсь с вами до следующих выпусков. Редактор субтитров А.Семкин